здравствуйте уважаемые студенты тема сегодня лекция номер два дисциплина охраны труда тема урока система управления охраны труда сегодня мы рассмотрим три вопроса первый это основа трудового права 2 управление охраны труда и третье организация охраны труда первую очередь мы рассмотрим следующие основные направления охраны труда персонала сюда входят пять направлений первое это управление охраны труда она состоит из четырех подпунктов что входит в управление охраны труда это разработка НПА входящих государственные нормативные требования охраны труда создание службы труда планирование мероприятий по охране труда и статистическая отчетность по вопросам обеспечения безопасных условий труда персонала и по несчастным случаям второе направление обучение и персональная подготовка работников по охране труда он состоит из следующих направлений профессиональная подготовка работников по охране труда обучение специалистов по охране труда. Как вы видите, оно взаимосвязано. Следующее. Обучение других руководителей и специалистов. Дальше. Оно связано с обучением рабочих по охране труда. Также оно связано с вредными или опасными условиями труда. Не связано с обслуживанием, испытанием, наладкой ремонтов оборудования и так далее. Следующий подпункт. Оно связано с обслуживанием, испытанием, наладкой ремонтов оборудования, используемым инструментом хранения и применением материала. Третье направление. Обеспечение безопасного условия труда. Он состоит из следующих пунктов. Это государственная экспертиза в условиях труда, аттестация рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по охране труда, разработка инструкции по охране труда, защита работников от воздействия опасных производственных факторов, то есть это техники безопасности соблюдения. Также защита работников от воздействия вредно-производственных факторов, то есть это и производственная санитария. Четвертое направление. Это профилактика профессиональных заболеваний в процессе труда. Он также состоит из трех Это первичный периодический медицинский осмотр, сохранение здоровья женщин и молодежи до 18 лет и льготы и компенсации за вредные и опасные условия деятельности. Ну и последнее, пятое направление – это возмещение вреда, причиненного несчастным случаем или профессиональным заболеванием. Так, он также состоит из следующих пунктов – это обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, оказание медицинской помощи пострадавшим, расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. А теперь перейдем к первому вопросу – основы трудового права. Здесь мы рассмотрим основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Из чего она состоит? Она состоит – это свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита и безработицы в содействии и содействии в трудоустройстве, обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, равенство прав, обеспечение каждого работника на своевременную и в полном размере выполнение справедливой заработной платы. Также он состоит из обеспечения равенства возможностей работников на продвижении по работе, обеспечения права работников и работодателей на объединении для защиты своих прав и интересов, обеспечение прав работников на соучастие в управлении организацией, предусмотренных законом формах, сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений, социального партнерства, обязательность возмещения вреда, причиненного отработнику в связи с использованием их трудовых обязанностей, установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, право каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, обязанность сторон трудового договора соблюдать их условия заключенного договора, право представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства, право работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности, но и обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. Это все, что я здесь перечислила, это есть основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Все, что здесь было сказано, оно было закреплено в Конституции Республики Казахстан, также в Трудовом кодексе. Основные направления действия трудового законодательства для создания необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений по организации труда и управления трудом, трудоустройству данного работодателя, профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя, социальному партнерству, то есть введении коллективных переговоров, участие работников и персональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства, материальной ответственности работодателей и работников, надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства, но и решению трудовых споров. Основные законодательные акты по охране труда это следующие законы и подзаконные акты. Законы, что сюда входит? Основные три законы. Это первое. Конституция Республики Казахстан. Она была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. Что нам дает Конституция? Она гарантирует право рабочих и служащих на труд, свободный выбор рода, деятельности и профессии, право на отдых путем установления рабочей недели, продолжительности рабочего времени, предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск, дни еженедельного отдыха. Следующим законом является это закон об охране труда, который был введен в действие 22 января 1993 года по становлению Верховного Совета Республики Казахстан. Закон об охране труда направлен на обеспечение права работников на охрану труда, устанавливает основные принципы национальной политики и государственного управления охраной труда в этой области в целях предупреждения несчастных случаев и повреждения здоровья на производстве, сведения к минимуму опасных и вредных производственных факторов. И третий, основным законом, законодательным актом является это трудовой кодекс, который был введен 15 мая 2007 года. Ну и законы субъектов Республики Казахстан. В следующий у вас в графе подзаконные акты. Сюда входят указы президента Республики Казахстан, имеющие нормативный характер, постановление правительства Республики Казахстан, межведомственные нормативные акты, Министерство труда и социального развития, других министерств и ведомственные нормативные акты, исполнительных органов власти, субъектов Республики Казахстан. Следующим у нас основным достижением в области охраны труда это является введение государственных стандартов, то есть системы стандартов безопасности труда, или сокращенно мы будем говорить ССБТ. Что это такое система стандартов безопасности труда? Это комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила организационно-технического, метрологического, санитарно-гигиенического характера, направленные на обеспечение безопасного условия труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Перед вами я представила, как оформляются стандарты. Так, вот к примеру, ГОСТ, что он собой представляет? ГОСТ это есть индекс, то есть государственный стандарт. Здесь у нас цифра 12, он является принадлежностью стандарта к комплексу системы стандартов безопасности труда. Следующие мы обозначаем через точку, через Х это у нас цифры. Следующая вот эта цифра означает группа стандарта. Следующие три цифры после этой точки, это порядковый номер стандарта в группе. И последние вот эти две цифры, это год утверждения самого стандарта. Система стандартов безопасности труда, он состоит из 10 групп, начиная с нулевой по девятой групп. Здесь я представила перед вами пять групп, которые имеют свои названия. Остальные с шестого, начиная по девятой, это у нас резервные группы. Итак, наименование нулевая группа. Организационно-методические стандарты входят. Первая группа – это стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов. Вторая группа – стандарты требований безопасности к производственному оборудованию. Третья – стандарты требований безопасности к производственным процессам. Четвертое – это стандарты требований к средствам защиты работающих. Ну и пятые – это стандарты на требования безопасности к производственным зданиям помещения. Также я внизу привела примеры государственного стандарта системы безопасности труда из различных групп. Пред вами вот посмотрите, ГОСТ – государственный стандарт, принадлежность стандарта комплекса – это 12, нулевая группа – это организационно-методические стандарты. То есть что это означает? Это организация, обучение, безопасность труда, общее положение. Так, дальше. 0 – это у нас группа стандарта, которую я рассказала уже в названии. И следующие вот эти три цифры – 0, 0, 4 – это означает порядковый номер стандарта группы. Ну и последнее, это 90 – это год утверждения этого стандарта. Точно так же следующий, посмотрите. Государственный стандарт 12, номер 1, группа 1. Что это означает? Через группу 1 мы видим, это стандарты требований и норм по видам опасных и вредно-производственных факторов. Что здесь называется? Система стандартов называется электробезопасность, защитное заземление, зануление. Как раз она относится к стандарту номер 1. Следующие. Государственные стандарты по охране труда. Вот те первые пять стандартов представлены перед вами. Что сюда входит? В группу нулевое. Организационно-методические стандарты основ построения системы. Устанавливая структуру, цели, задачи и области распространения системы стандартов безопасности труда. Это терминологии в области безопасности труда, классификацию опасных и вредно-производственных факторов. Методы оценки безопасности труда. Следующий. Номер 1. Это были у нас стандарты требований и норм по видам опасных и вредно-производственных факторов. Сюда входят стандарты, которые устанавливают предельно допустимые значения нормируемых параметров. То есть сюда относятся характер действия, предельно допустимые значения, методы контроля и так далее. Второй. Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию устанавливают общие требования безопасности по всем группам производственного оборудования. Третье. Это безопасность к производственным процессам устанавливает общие требования к отдельным группам технологических процессов, к размещению оборудования и организации рабочих мест, режимам работы технологического оборудования и так далее. Четвертый – стандарты на требовании к средствам защиты работающих. Классифицируют все средства защиты и устанавливают требования безопасности к эксплуатационным, реконструктивным и гигиеническим показателям отдельных классов и видов защитных устройств и так далее. Также нормативно-техническая документация по охране труда подразделяются на следующие виды – стандарты безопасности труда. Здесь в скобках я привела сокращение. ГОСТ – это государственный стандарт, ОСТ – это отраслевые, республиканское – РСТ и стандарты предприятий сокращенно СТ. ГОСТ – это строительные нормы и правила СНИП, строительные санитарные нормы и правила СН. Также к нормативно-техническим документациям по охране труда относятся правила техники безопасности и производственной санитарии, инструкции, указания, положения. ГОСТ – это государственный и общественный контроль за соблюдением требований охраны труда. ГОСТ – это прокуратура Республики Казахстан, инспекция труда, государственные инспекторы труда и иные должностные лица. ГОСТ – это служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. ГОСТ – это служба подразделяет в свою очередь на промышленные, экологические, энергетические, санитарно-эпидемиологические. ГОСТ – это объединение профессиональных союзов, правовые и технические инспекции труда, профсоюзные инспекторы труда. ГОСТ – это общественный контроль занимается уполномоченные лица по охране труда, профессиональных союзов и иных уполномоченных работников, представителей органов. ГОСТ – это комитеты по охране труда, организации. ГОСТ – ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда. ГОСТ – это действующее законодательство устанавливает виды юридической соответственности. ГОСТ – это дисциплинарная, административная, уголовная, материальная и гражданско-правовая. ГОСТ – это управление охраной труда. ГОСТ – основные направления государственной политики в области охраны труда. ГОСТ – это обеспечение приоритета сохранения жизни работников, целевые программы улучшения условий охраны труда, государственное управление охраны труда. ГОСТ – это контроль за соблюдением требований охраны труда, компенсация за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. ГОСТ – это финансирование мероприятий, организация государственной статистической отчетности об условиях труда, эффективный налоговый политик, средствами индивидуальной коллективной защиты. ГОСТ – это основные направления государственной политики. ГОСТ – это контроль за соблюдение охраны труда. ГОСТ – это планирование, организация, контроль и оценка, действия по совершенствованию условий труда. ГОСТ – это планирование мероприятий, организация мероприятий и контроль эффективности мероприятий по охране труда. ГОСТ – все это состоит, все это и есть анализ и статистическая отчетность по вопросам обеспечения безопасных условий труда персонала и несчастных случаев. ГОСТ – государственное регулирование в области охраны труда. ГОСТ – это органы федеральной инспекции труда, специально уполномоченные органы, внутриведомственный государственный контроль. ГОСТ – система управления охраной труда включает в себя совокупность организационных форм и методов совместных действий органов законодательно-исполнительной власти Республики Казахстан и ее субъектов. ГОСТ – основными задачами инспекции труда являются обеспечение соблюдения защиты трудовых прав и свобод граждан, включая и право на безопасные условия труда. ГОСТ – обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства, обеспечение работодателей и работников информации о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положения трудового законодательства. ГОСТ – надзоры изучают причины и разрабатывают методы по предупреждению несчастных случаев на производстве. ГОСТ – основные функции управления охраной труда – это у нас из пяти пунктов состоит, которые первые – это производство безопасности и анализ условий труда, планирование мероприятий по охране труда, организация, контроль и условия охраны труда, мотивирование работы по охране труда. ГОСТ – это есть у нас основные функции. ГОСТ – третий вопрос – организация охраны труда. Организация охраны труда в организациях. Система управления охраной труда организацией является частью общей системы управления, которая включает организационную структуру, планирует действия, обязанности, методы, процедуры, рассмотрение и поддержание политикой системы, а также контролирует риск, связанный с работой организации. Основные задачи системы управления охраной труда в организации – это определение и уточнение целей основных положений политики организации в области охраны труда. ГОСТ – разработка согласования и реализация программ, оценка учета и нормирования основных рисков, осуществление контрольных функций, координация работ, направленных на предупреждение аварии, подготовка и аттестация персонала, анализ причин производственных травм и профессиональных заболеваний, расследование причин возникновения несчастных случаев и аварии. Основные задачи службы охраны труда я перед вами представила. Но я хочу остановиться на работе профессиональных комитетов, которые существуют при организациях. В каких же они участвуют в задачах, принимают они участие в решении задачи охраны труда? Что они делают? Они готовят предложение и участвуют в выработке решений, которые направлены на улучшение работы по охране труда, здоровье и окружающей природы на среде. Организуют и проводят общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Организуют и проводят обучение уполномоченных и членов совместных комитетов по охране труда, оказывают необходимую консультационную помощь работникам по вопросам охраны труда, здоровья и окружающей природы на среде. Также он участвует в работе комиссии, которая проводит комплексные проверки при проведении административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях. Также профессиональные комитеты участвуют в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве. В работе комиссии по приемке и эксплуатации вновь построенных и реконструированных зданий и служений. Ну и в конце, ребята, я вытащила три вопроса для закрепления. Прошу ответить на эти вопросы. Назовите нормативно-технические документации по охране труда. Что понимает под управлением охраны труда. И какими функциями обладает управление охраной труда. На этом наш урок закончен. До свидания. Продолжение следует...